Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в нашей передаче «Хозяин дома» мы познакомимся с начальником управления жилищного хозяйства Татьяной Сергеевной Малышевой и узнаем о том, какие программы были реализованы и что было сделано в сфере ЖКХ в 2015 году. Встретимся с руководителями управляющих компаний и побеседуем о том, что дают управляющие компании своим жителям, в каком направлении двигаются, к чему стремятся и чего достигли в этом 2015 году. Одним из главных событий стало введение лицензирования и его реализация выдачи лицензии на территории города Оренбурга управляющим организацией, ну и дальнейшая их работа с наличием лицензии и их трансформирование в этом направлении. Вторым, наверное, можно говорить, это идет подготовка к переходу из многодомных ТСЖ и их реорганизация в управляющие организации и реализация этого права. Еще одним из этапов, вот из самого свежего, наверное, это введение правил охраны труда в сфере ЖКХ в правил, они в ноябре вступили в силу, в июле был издан правовый акт, который определил о том, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства разработан комплекс мер, направленных на охрану труда, и теперь работодатели несут полную ответственность за то, каким образом убираются сосульки с крыш наших домов, каким образом убираются дворы, какие требования к охране труда необходимо соблюдать работодателям. Ну, а что еще касается сферы, основным, наверное, достижением, я не могу сказать, что достижением, наверное, стартом, это реализация новой программы капитальному ремонту. И о том, что это достаточно сложный процесс, который все-таки запущен в нашем городе, и уже 80 домов практически, 70 домов по новой программе, и 35 домов мы отремонтировали по 185-му федеральному закону, ну, это, наверное, такое основное. Ну, тема лицензирования, она такая достаточно, наверное, спорная, если так можно сказать. Лицензирование в настоящее время введено, но претендентов отзыва лицензии в настоящее время пока на территории города у нас отсутствует. Лицензирование, я думаю, это такой стимулирующий фактор для того, чтобы навести порядок в сфере ЖКХ, определить четкие рамки взаимодействия и, конечно, ограничить недобросовестных руководителей управляющих организаций тем, что нет безнаказанности, что данная деятельность лицензируется, и она касается непосредственно жизни и здоровья людей и оказания ему слуха, поэтому в случае, если они будут некачественно выполнять ее, то, конечно, будут таким образом наказаны. Не цель того, чтобы забрать лицензию, цель простимулировать руководителя, организовать свой бизнес, организовать свою работу таким образом, чтобы она удовлетворяла потребности нашего населения. Чисто там, не там, где убирают, а чисто там, где не ссорят, мы должны вырасти в своей культуре, культуре управления домами. Здесь нельзя говорить только о работе управляющих компаний, потому что это зависит от каждого из нас, от каждого собственника. Нужно интересоваться тем, кто управляет, как. Для того, чтобы мы направляли свои деньги за оказание услуг, нужно провести абсолютную аналогию, что в сфере ЖКХ, когда нам просто течет вода, это замечательно, да, но какого она качества, как она подается, так же и тепло, так же и уборка, так же и капитальный ремонт. Все это в таком, то есть, как только растет наша потребность больше, мы хотим узнавать, так и качество услуг обязательно вырастет. Я думаю, нужно интересоваться тем, где мы живем и как мы живем, потому что мы должны быть активными собственниками. Управляющая компания «Северо-Восточная» – это название бренда, общее название для нескольких управляющих компаний. Это управляющая компания «Северо-Восточная», управляющая компания «Северо-Восточная-1» и управляющая компания с жилищным фондом «Северо-Восточная». Все три наши управляющие компании своевременно получили лицензию. В каждой компании работают два сотрудника, которые имеют аттестат, квалификационный аттестат, который необходимо иметь для того, чтобы возглавлять компанию для управления многоквартирными домами. Мы считаем, что в принципе введение процедуры лицензирования скажется положительно на качестве, то есть это будет в большей степени дисциплинировать управляющие организации для выполнения услуг для жителей с соблюдением всех требований законодательства. Тем не менее, наши управляющие компании всегда стремились к этому и до введения процедуры лицензирования. За последний календарный год мы ввели более доступные системы внесения платежей за коммунальные услуги и услуги жилищные. В частности, теперь возможность есть для наших жителей оплачивать услуги посредством кассовых пунктов системы город. Кроме того, для вновь принимаемых в эксплуатацию домов мы стараемся организовать в шаговой доступности дополнительные офисы, чтобы была возможность жителям оперативно получать информацию и недалеко от дома передавать свои заявки на услуги и работы и всячески обращаться к нам со своими пожеланиями и предложениями. Для управляющих компаний основным критерием качества является своевременное выполнение услуг в рамках минимального перечня по содержанию многоквартирных домов, своевременное реагирование на заявки граждан, также учитывается возможность быстрого обмена информацией, получения положительной обратной связи от жителей. Сегодня управляющая компания «Северо-Восточная-1» была надрождена золотым памятным знаком «Знак качества», лидер качества Оренбургской области 2015 года. Мы считаем, что это очень приятное событие в жизни управляющей компании, потому что отмечается качество работы, то, к чему мы стремимся, то есть повышение качества услуг по обслуживанию жителей. Именно в сфере ЖКХ наша компания получила вот такую премию. Хотелось отметить, что помимо такого приятного события, как получение знака качества, приятно, очень, более даже может быть приятно, когда качество работы отмечают жители. Нередко на личных приемах у генеральных директоров поступают не только какие-то жалобы, просьбы, предложения. Нередко жители отмечают качественную работу и нередко пишут положительные отзывы. Управляющая компания «Олимп» работает на жилом комплексе «Олимп» с февраля 2014 года. Дома возведены по последним техническим новшествам. Большая энерговооруженность домов, индивидуальных тепловых пунктов, насосные установлены, современные компьютеры. Дом, в общем, оснащен всеми последними техническими новинками. Управляющая компания с первых дней приступила к плодотворной работе с жителями. Ежедневно принимаем заявки. Все заявки отрабатываются в полном объеме, в кратчайший срок. В вечернее время, в ночное время, в выходные и праздничные дни. Организована работа аварийной диспетчерской службы. Приезжают, ликвидируют аварийные ситуации. А жители довольны вашей работой? Ну, вы знаете, нареканий нет. Здесь у нас находится ежедневно инженер по работе с населением. Она, как никто, в первую очередь отслеживает все плюсы и минусы в нашей работе. Естественно, это все рассматривается, принимается ко вниманию и, соответственно, устраняется. Мы только за то, чтобы нашим жителям жилось комфортно, чтобы условия были благоприятные. Стараемся для них все целы и полностью. Руководящий состав имеет квалификационный аттестат. Инженерный состав обучен, имеет все допуски технические. Также я хочу сказать о младшем обслуживающем персонале, который очень эффективно работает, выполняя графики своей работы. Места общего пользования у нас практически всегда убираются. Дворовая территория убирается. Вот работает дворник. Можете посмотреть. Заключен договор на технику по вывозу мусора, по вывозу снега. В общем, все, что требуется по минимальному перечню работы и услуг, мы придерживаемся. В преддверии Нового года поздравляем наших жителей жилого комплекса «Олимп» с наступающим праздником. Желаем здоровья, любви, удачи. А мы будем стараться делать все для того, чтобы ваши мечты осуществлялись. Если вы хотите узнать, какая управляющая компания обслуживает ваш дом, мы подскажем, как это сделать. Заходим на официальный сайт реформожкх.ру. Далее кликаем в закладку «Мой дом». Выбираем регион проживания и город. Далее в поисковом окне вводим свой адрес. И в результатах поиска кликаем на адрес. Открывается анкета вашего дома, в которой вы увидите обслуживающую организацию и вводные данные своего дома. Дом – это технически сложное сооружение, за которым нужно смотреть круглосуточно. Разбираться во всех тонкостях и проблемах домового хозяйства неспециалисту весьма сложно. На это, как правило, не хватает ни времени, ни сил. Поэтому жителю выбирать управляющую компанию необходимо очень внимательно. Ведь от этого зависит тепло, безопасность, уют и красота вашего дома. До новых встреч!